насколько мы близки к созданию настоящего костюма железного человека фильмы с участием железного человека тони старка уже на протяжении многих лет доминируют по кассовым сбором в кинотеатрах но как скоро солдаты в костюмах железного человека будут доминировать на поле боя прогресс в робототехнике идет буквально день за днем так что все вполне вероятно так насколько же мы близки к созданию костюма железного человека в настоящей жизни давайте разбираться идеи о создании человекоподобного механизма восходит еще к 1868 году когда был запатентован паровой человек дедрика играсса это была паровая машина имеющая вид человекоподобного робота и предназначенная для того чтобы тянуть за собой груженую повозку конечно технологически паровому человеку очень далеко до железного человека но не стоит забывать что состояние тони старка в фильмах оценивалась более чем в 12 миллиардов долларов и у него был настолько огромный доступ к ресурсам и технологиям о которых создатели парового человека и не могли мечтать теперь давайте перенесемся в наше время и поговорим о военных инженерных компаниях вроде локхит мартин которые производят экзоскелеты оникс они являются чем-то вроде рудиментарной версии костюма железного человека компания подписала контракт с армией сша которые теперь испытывают эти экзоскелеты в боевых действиях экзоскелет поддерживает нижнюю часть человеческого тела и сможет значительно облегчить жизнь солдата во время сложных марш-бросков переходов по горной местности оникс это электромеханическая система управляемая компьютером которая оптимально распределяет нагрузку в период повышенной физической активности если в среднем солдат может совершить 26 приседаний с весом 84 килограмма то с помощью экзокостюма он легко выполнить это упражнение в три раза больше но экзоскелеты используются не только в военных целях яркий тому пример револк бионический экзоскелет позволяющий людям с параплегией стоять ходить и подниматься по лестнице система работает от аккумулятора который находится в рюкзаке управление осуществляется с помощью дистанционного пульта который надевается на запястье и распознает движение пользователя подобный экзоскелет насел джеймс роутс в конце фильма капитан америка гражданская война увы но подобный экзоскелет большинство нуждающихся не могут себе позволить так как его стоимость составляет 85 тысяч долларов к тому же сам создатель экзоскелета рыболк амит гофер считаете его вес слишком большим для некоторых пользователей да и работа его довольно медлительно несмотря на всю технологичность с костюмом железного человека уж точно не сравнить да и что за костюм железного человека если он не в состоянии летать есть ли в наше время технологии позволяющие взлетать и вырываться через поток а не идти пешком к выходу одно из первых подобных изобретений позволявших человеку летать называлась реактивный ранец первый образец такого ранца был создан в 60-е годы двадцатого века он позволял летать со скоростью до 54 километров в час и время полета могло быть до 20 секунд не так уж и плохо для первого образца позже удалось увеличить время полета и до 30 секунд вся проблема в том что время полета напрямую зависело от количества топлива которое человек мог унести в своем ранце но чем больше в ранце топлива тем вы становитесь тяжелее что требует еще большего количества топлива порочный круг различные технологические изобретения и инженерные находки позволили современным образцам реактивных ранцев от компании jetpack aviation находиться в полете до 10 минут при этом скорость может достигать аж до 320 километров в час а это уже действительно на уровне железного человека разработчики надеются что более эффективные турбовентиляторные двигатели позволят увеличить длительность полета до 20 минут очень на это надеемся а как насчет того чтобы сэкономить топливо сразу взлетая с большой высоты вместо того чтобы взлетать земли швейцарский летчики и изобретатель и фросси подумал о том же самом и прославился благодаря полетам на реактивном ранце крыле собственного изобретения его полеты очень напоминают полеты железного человека но летательный аппарат и в россии не предусматривает взлет земли на нужную для старта высоту он поднимается на самолете вертолете или воздушном шаре для посадки используется парашют причем кроме посадочного и запасного крыло и в россии оснащено также и собственным парашютом который обеспечивает его мягкое приземление в случае если возникнет необходимость сбросить крыло управление летательным аппаратом осуществляется за счет смещения центра масс однако в отличие от дельтаплана где пилот может перемещаться под плоскостью крыла в летательном аппарате и в россии крыло жестко закреплено на спине и пилот управляет полетом лишь двигая руками ногами и головой при этом маневренность достаточно для выполнения фигур пилотажа различной сложности самое главное что россии совершенно не нуждается в топливе которая как вы сами могли уже понять является главным ограничителем времени полета именно проблема с топливом пока что не позволяет создать настоящий костюм железного человека в фильме тони старк лично изобрел небольшой источник чистой энергии который вставляется в реактор внутри костюма питая энергией каждую его часть его действие базируется на объединении более легких атомов создавая более тяжелые атомы таким образом и начинает появляться энергия нечто подобное происходит и на солнце в наше время ученые способны создать подобный реактор но они не в состоянии создать реактор который будет создавать энергии больше чем поглощать более 34 стран мира совместно работают над решением этой проблемы этот проект называется и тор и расшифровывается как международный экспериментальный термоядерный реактор задача и тор заключается в демонстрации возможностей коммерческого использования термоядерного реактора и решений физических и технологических проблем которые могут встретиться на этом пути работа над этим проектом ведется уже на протяжении десятилетий предполагаемый срок окончания постройки реактора 2025 год да уже довольно скоро но размер этого реактора мягко говоря чересчур огромен для костюма железного человека по размеру этот реактор можно сравнить со зданием среднего отеля такую бандуру явно не утащишь на своем костюме к счастью компания локерд мартин занимается изобретением компактного термоядерного реактора который размером всего лишь с крупный грузовик изобретатели заявляют что энергии будет достаточно для того чтобы обеспечить электричеством несколько районов крупного города прототип будет готов не ранее чем через 5 10 лет в любом случае и этот компактный реактор слишком крупный для костюма железного человека но проблема не только в размере мощность костюма железного человека составляет от 1 до 16 миллионов лошадиных сил что равняется мощности от двух до 35 тысяч гоночных автомобилей представьте какие огромные затраты энергии а ведь костюм должен питать реактор небольшого размера до человек внутри просто расплавится от такого количества энергии перегрев вот в чем главная проблема чтобы решить ее необходимо найти или изобрести материал который будет в состоянии оказывать сопротивление таким высоким температурам от высоких затрат энергии да по факту нам никогда не изобрести костюм точь-в-точь как у железного человека но мы вполне можем изобрести нечто подобное фильме железный человек 3 тони изобрел костюм железного человека на дистанционном управлении это действительно имело смысл так как исключение человека из костюма железного человека позволяет существенно уменьшить его вес а следовательно и потребление энергии к тому же раз внутри костюма нет человека то и нет нужды переживать о перегреве. Да и в боях нет угрозы человеческой жизни. Окей, все хотят летать сами по-настоящему, а не дистанционно управлять дроном. Но продвинутая виртуальная реальность и различные импланты-интерфейсы, мозг-компьютер позволят вам наяву ощущать полеты, как будто вы и в самом деле находитесь внутри этого костюма. Ученые уже вовсю работают над подобными технологиями. Уже в 2016 году были успешно проведены тестирования роботизированной руки, которая отлично слушалась мыслительных команд человека. Да, эта технология все еще в разработке, но кто знает, до какого уровня она дойдет в ближайшие десятилетия. Но пока давайте продолжим говорить о настоящем. Можем ли мы сейчас изобрести нечто подобное броне Железного Человека, чтобы такой костюм мог летать и стрелять? Краткий ответ – да, но костюм не будет таким компактным, как у Железного Человека. Сперва поговорим об источнике энергии. Нынешние реактивные двигатели работают на пероксиде водорода, а их энергии вполне достаточно для полетов костюма наподобие Железного Человека. Но таким двигателям также необходимы дополнительные источники, вроде высокомощных батарей, которые будут питать другие элементы костюма. На роль вполне сгодятся батареи компании Тесла. Другая возможная альтернатива – литиево-ионные аккумуляторы. Проблема лишь в том, что поврежденные литиевые аккумуляторы могут произвести серьезный взрыв. Не лучший выбор для костюма Железного Человека. Но исследователи университета ТАФТСа спроектировали батарею, которая не возгорается от механических повреждений. Новый аккумулятор не боится ударов, повреждений корпуса и нагрева. Его можно даже разрезать ножницами. Вместо привычного электролита и сепаратора в безопасной батарее используется специальный пластиковый полимер, который не дает аккумулятору загореться. То, что нужно для костюма Железного Человека. Кстати, хоть и костюм называется Железный Человек, он явно должен быть сделан не из железа. Железо – это очень тяжелый элемент. Каждый атом железа будет утяжелять вес костюма. Легкие сплавы вроде нитинола подходят на эту роль гораздо лучше. Их уже используют в производстве различной военной брони еще с 90-х годов 20 века. Проблема в том, что костюм также должен будет защищать человека внутри от различных смертельных выстрелов. Для этих целей необходима легкая виброгасящая прослойка внутри костюма. Например, из сарботана. Если яйцо обвернуть сарботаном и скинуть с крыши высокого здания, то оно даже не разобьется. Ну а что насчет движения в воздухе? За основу мы можем взять летательные аппараты компании Gravity Industries, которые сами черпали вдохновение в Железном Человеке. Процесс полета наиболее близок именно к Железному Человеку, чем к реактивным ранцам. Управление также происходит руками, но оно требует существенной сноровки. По этой причине традиционные реактивные ранцы от Jetpack Aviation более безопасны и просты в управлении. Говоря об управлении, невозможно не поднять тему лицевого дисплея. Дисплей внутри шлема Тони Старка – это настоящее произведение искусства. Кстати, подобные технологии уже вполне существуют. Уже упомянутые реактивные ранцы поставляются вместе с лицевым дисплеем, по которому можно отслеживать показатели количества топлива и времени полета. Ну а что насчет стрельбы? Костюм Железного Человека должен быть в состоянии сбивать стрельбой летающих дронов. Да, для этих целей можно вполне использовать более традиционное вооружение. Но если нам хочется чего-то вроде стреляющей плазмовой руки Тони Старка, то у американских воздушных сил уже есть прототип стреляющей лазерной башни, с помощью которой можно отстреливать летящие боеголовки и дронов. Пока что эти лазерные системы слишком больших размеров, на человеческий костюм их точно не уместить, но вполне возможно, что в будущем они станут более компактными. А теперь давайте посмотрим на эти шедевры косплея. Косплейщикам уже давно пора объединить свой креатив с научными разработками изобретателей. Например, для создания гигантских шагающих роботов под управлением человека, как в фильме «Аватар». Кстати, нечто подобное уже находится в разработке. Имя этому гигантскому человекоподобному роботу – Метод 2. Метод 2 полностью повторяет движение человека, находящегося внутри него, вплоть до движения пальцев. Изобретатель робота Ян Джин Хо, Тони Старк в настоящем мире. На разработку этого робота он потратил 200 миллионов долларов. Из собственного кармана. Стоимость одного робота Метод 2 составляет примерно 8,5 миллионов долларов. Но у робота есть одна проблема – источник питания. Заряда батареи хватает всего на 3 часа его работы. В любом случае, представьте, что можно изобрести, если тратить на разработки не миллионы, а миллиарды долларов. Да, Тони Старк – это всего лишь вымышленный персонаж. Но его идеи абсолютно актуальны и для настоящего мира наших дней. Год за годом идеи Тони Старка становятся все более и более реальными. А верите ли вы в создание костюма Железного Человека в настоящей жизни? Напишите свои мнения в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!